Привет, я по объявлению нашел, короче, приехала женщина из Западной Украины, из этого, из Закарпаття откуда-то, вот, она, ну, как ясновидящая и целительница, вот, я пришел на прием, надо кое-что у нее спросить, там, по одному человеку, в общем, если получится, я сниму, конечно, женщина очень известная. Здравствуйте, вы Маричка? Маричка, Педричка. Как-так? Маричка, Педричка, так-так. Педричка? Да, так-так. Что так-так? Так-так. А, это на украинском языке? Да, украинский так. А что вы двери закрыли? Женка, Маричка, я до вас по объявлению. Что вы двери закрываете? Вы по объявлению до меня явились, да? Ну, так, а что я пришел? Я по объявлению. Доброе. Как вас звать? Маричка Педричка. Маричка Педричка. Да, так-так. Что вы хотели? Я хотел вас кое-что спросить хотел у вас. Доброе. Проходьте до кімнаты. Прямо туда внутрь можно? Так. Проходьте до кімнаты. А что тут? Сзади бусы. Разбуваться, да? Думаю, да. Так. Зуття сняли? Снял, да. Проходьте. Куда? Да сюда до кімнаты ближе. Ближе можно. Можете даже присісти. Вы здалеку приехали? Нет, я местный. Вы, 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 живете тут? Ну, живу тут рядом в соседних домах. Просто я по объявлению в бесплатной газете. Доброе. То вы давали объявление, да? Да, да. Я давала объявление. Я живу сама в этом. Я приехала до вас поездом из Закарпаття. Я приехала до вас. А зачем? Я приехала до меня совсем просто так. Без грошей. По якому вы питанию до меня пришли? Що вы хотите? Вы знаете, я хочу, в общем, чтобы вы посмотрели на одну фотографию. Это вот женщину. Сюда можно сесть, да? Да, можно. Мне надо, чтобы вы посмотрели одну фотографию. Сюда. Там у меня есть скамейка, вы можете пронести с другой кімнатика. В общем, мне надо, чтобы вы меня кинули или на карты, или как. Потому что я видел у вас в картах, было написано в объявлении. Или вы по картам? Есть у меня карты. А по руке? И по руке. И по руке. Можем подивиться. Ну, мне желательно на карты, чтобы кинули. Мне надо на одну женщину. А где карты ваши? Вот карты Калубер. В общем, Маличка Педричка, я хочу, чтобы выглянули на эту фотографию. Что вы можете сказать про нее? Какие вот у нее цели? И какую цель она преследует? Какая цель у нее, конечно? Что она ее движет? Я хочу сказать... Как ее зовут? Я хочу сказать, что ее зовут на букву М. Матильда, Мария, Маша, Марина. Марина, да. Больше всего. Марина, да. Так, да? Значит, что ее... Откуда она? Она с Украины, с украинского города. Далеко от Днепра? Да, далековато. Километр 300-250. Правильно, она из Харькова. Вот мне интересно, что она ей движет? Вот какие у нее цели? Что она задумала? Ну, я не могу сказать вам. Я не могу сказать вам точно. Но хочу сказать, вы занимались спортом в школе, физкультурой занимались? Ну, там были у нас подтягивания, на канате лазили. А бег был? Ну, кросс сдавали 10 километров. 10 километров даже бегали когда-то. Значит, я вам советую. Быстренько бегите, не оглядаясь от нее. Она не такая добрая, как сама себе кажется вам. Как вам кажется. Не такая добрая? Как вам кажется, да. Не такая. Так что бегите без оглядки. От чего? Я сейчас трошки брошу на карты. Можно? Я трошки брошу. Она не такая добрая самаритянка, чтобы вы знали. Она не такая добрая самаритянка. Так она притчи рассказывала. Она рассказывала, да, и притчи. Все. Доброе. Значит, она здесь жила. Где? Здесь приезжала. Она за мамой ухаживала. Она, да. Она до мамы приезжала. Да. Ухаживала за мамой. Очень хорошо за ней ухаживала. Она все покупала. Первую клубнику. Она никогда не жалела. Да, она светлая. Сейчас, молодой человек, сейчас я найду и вас. Так, вот это вы. Ну. Вот так. Или дубна, или чехол. И что это значит? Они тоже светленькие. Она готовила, убирала, подавала. Мама у нее была как на курортах. Много знает, много путешествовала. Она везде была. Даже, я вижу, горы, речки. Я думаю, она даже была на западе у нас. На западной Украине. Я думаю, она там тоже побывала. Она все добрая, все. Ну, как улитка. Как улитка. Вот лезет по дереву вишневому. Где нет у нее ни ягод, ничего. А воробьи сидят и смеются. И это и улитки говорят. Че ж ты туда лезешь? Нет уж, говорит, вишенок спелых. Че ты туда лезешь? Че ты туда лезешь? Чего ты туда лезешь? А улитка посмотрела, долезла до верху. До верха. И говорит, вы не смейтесь. Я пока спущусь назад, эти вишни будут уже спелые. Уже будут созреют. Это она так вам показывается? Да, да. Вот, говорит, эти вишенки будут уже хорошие. И можно будет уже мне кушать. Вы знаете, у меня мороз попозже. У меня мороз попозже. А вы это знаете, да? Или что? Потому что она мне рассказывала такую притчу. А вы говорите, что у вас она ассоциируется. Да, да. И вот она такая вот, понимаете. Она большая или маленькая? Большая. Большая такая. Большая улитка, да? Да, да. Не совсем маленькая. А вишня как же выдерживает ее? Ну, она же не такая вишенка, что совсем только посадили ее. Хорошее дерево. Хорошее. Уже крона хорошая. Все. Ветки хорошие. А кто это вишня? Ягоды были зеленые, когда она вылезла. Воробьи смеются. Куда ты, пока ты доползешь? Что ты туда лезешь наверх? Ты, говорит, здесь будь. Еще ягод хороших. То есть это она улитка? Да, да. А улитка лезет и лезет. И до верхушки. А потом оглядывается и говорит им вниз. Говорит этим воробьям. Не переживайте. Я пока спущусь назад, эти ягоды будут спелые. Эти вишенки будут хорошие. И я их буду кушать. Подождите, а какая же тогда цель у нее? Где эти вишни? А цель, цель вишни вот это все, это ты. Это ты. Как это? На тебя положен глаз. Это ты. А есть у вас какое-то отворотное зелье, может быть? Как-то нагадать можно отворотить? Отворотное зелье делаете? Да можно, знаете что, можно заварить. А у вас сразу? Да. Дорогое? Дорого из Западной Украины. Я привезла сушеную. И вы будете дома заваривать. А я буду пить или ей подлить надо? Нет, попейте вы, чтобы вы сами успокоились. И если встретитесь с ней, дай бог, она приедет. Она приедет и не раз приедет к вам. Приедет. Но она хотя бы не приезжала. Не к вам, я знаю, не к вам к матери явится. Вы же сюда придете, к маме придете. К маме, где мама будет жить, к ней туда придете. До мамы, до нее. И вот тогда вы. Налите. Да, да. Тогда можно налить, знаете, или часть делаете. А дорого стоит это? Ну, сами понимаете. Это надо приготовить было эту травку. Присушить. Но дорого, да? Да, дорого. Дорого. Сколько? Но это не дороже ваших интересов. Это вы сделаете все, что вам будет надо. Типа как отворот. Типа как... Ну, сколько это стоит у вас? Ну, я не знаю, как с вас взять. Ну, сколько? Надо же побольше, наверное. Мне надо большую дозу. Большую дозу надо умело дать, чтобы она ничего не заподозрила. Но это дороже? Она любит кофе. Это дороже стоит? Ну, немножко будет дороже. Сколько? Ну, так бы я взяла 500 баксов. Вот. А так, ну, ну, добавьте еще там немножко. Сколько? Еще 500? Ну, это будет, может, для вас доллара, тысяча долларов. Но это подействует? Подействует, обязательно. Ну, а в гривнах вы возьмете? Кого? В гривнах берете? Возьму. А тысяча долларов это сколько? Ну, тысяча долларов, считайте. Доллар, сейчас скажу. Деньги принесу подвесить. Сейчас, кинь, а ну киньте. Я тоже сейчас. У нас там больше платят так, ничего. У нас больше платят долары. На Западе долары. Сколько надо денег вам? Сколько тысячи долларов? Тысяча долларов, сколько гривен, да? Раз, два. Двадцать пять. Двадцать пять. Подождите, чтобы я неправильно поднимаю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять. Двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Двадцать семь, пятьсот. Вы знаете, мне, наверное, не хватит. А если не дадите за двадцать семь пятьсот, я вам на карточку спину. О, двадцать восемь есть. Хватит? Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Так, подожди. А вот еще есть, подождите. Сейчас еще отдам. Так, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Все, тридцать тысяч. А можно, чтобы вы на поруке посмотрели? Она у меня взяла одну вещь. Одну вещь взяла. Что она с этой вещью делает? Можете посмотреть, что это за вещь? Она взяла у меня одну вещь. Эта девчина забрала у вас одну вещь. Без вещей? Без вещей, нет? Нет, не вещи. Ни одежду, ни труси, ничего не брала. Опа, бачу я. Товста бутилка. Було таке? Забрала вона в толстую бутилку? Да, взяла бутилку. И вы что-то написали, что-то туда вкинули. Записку, записку она попросила написать. Записку, что я там про нее думаю, что я хочу сказать ей. Ага. Какое отношение к ней такое. Какая ее цель, она говорила. Я у нее спрашивал, она перекрутила, чтобы я написал, какая цель. Она помогает, он бесплатно тратит деньги на мою мать. Но я ей написал там. Правильно? А надо было написать, чтобы она обратилась по узкопрофильному доктору по психиатрии. Почему? А потому. Почему? Потому. Потому что она не по тем местам водит бутылкой. А по каким? А по таким. По каким? По таким. По каким местам? По таким местам, где ложат деньги. А где ложат деньги? Вот здесь. Где? Вот здесь. Ой, я вас боюсь, господи, сейчас, сейчас, я вас боюсь. Ой, мы все. Давай, давай, убегай. Стекай отсюда. И больше не возвращайся, придурок. Больше не возвращайся. Забери свой дипломат. Алло, алло, Света, Света, сейчас такой придурок пришел, ненормальный. 30 тысяч заработала, как раз плюнуть. Вот так. Пришел вот так, и все. И вот денежки есть будем кутить. Я его в Ютубе дивилась, побачила, приняла. Він тоже повірил. Пришел до меня гадать. Вот так. Все, теперь будем в ресторанах обидать, завтракать и ужинать. Дармовые гроши получила подружка твоя. Пока, Света, пока. Буду отдыхать, бо голова сейчас разболилась. На нервах уся. Давай, целую, пока. Ой, мама, ты гениальна. Ты гениальна. Ой, я живу. Ой, мама. Мама, это пипец. Все убийство. Это убийство. На, мамка, за работу. Хватит? Да, хватит. Да, на что, за тысячу. Ну, надо где пятьсот сверху за работу. На что? За работу. За съемки. Ну, доброе. Все? Все приболять? Ой, мама, это капец. А я не смеюсь, бачишь? О, это капец. У меня в театр собак берет. Я буду играть в театре. Все капец. Там, каких надо. Костылянши такие, что, это, белье выдают в общежитие. Сидеть за столом. Ой, блин. Пропускать, пропускать. Это перемонтировать, я челкнусь. Я челкнусь. Не, ну ты ж красиво там, что надо повыкидать. Я нечего казала. О, ты ж знаешь, что. Три видео тут получатся. Так, подожди, сынок, я хоть поснимаю вот это. Давай, давай. Ведушило манить. Сидеть. Сидеть.